Друзья, всем привет! Сегодня будем делать очень полезную самоделку, которая пригодится в строительстве. Советую посмотреть видео до конца, так как штука реально полезная. Для ее изготовления понадобится кусок ламината или фанерки подходящих размеров, пару брусков у меня 30 на 40, аккумулятор от шуруповерта, немного проводов, мебельные направляющие, нехромовая нить. Я купил ее за 50 рублей в магазине электрики. Она используется для ремонта плиток вроде. Продается вот в таких витках. И также понадобится какой-нибудь выключатель. Я взял кнопку от звонка. Итак, для начала нарезаем 4 бруска размером как мебельные направляющие. На ламинате он у нас будет основанием. Примерно прикидываем расположение брусков и делаем разметку. Рассверливаем ламинат и прикручиваем первый брусок как на видео. Ту же процедуру проделываем с противоположной стороны. Далее размыкаем направляющую и первую часть прикручиваем к свободному бруску. Ответную часть направляющей прикручиваем к бруску, который уже установлен на основании. И теперь соединяем обе части. Та же процедуру как вы поняли и на другой стороне. Для придания прочности конструкции устанавливаем перекладину на подвижную часть самоделки. И так как она у меня скручена по спирали, ее необходимо немного вытянуть. Сразу накручиваю вытянутую часть на шайбу. И к этой же шайбе накручиваю провод. Далее эту шайбу саморезом прикручиваю к торцу подвижной части. На другой стороне устанавливаю что-то, за что можно зацепиться пружинкой. Устанавливаю пружинку и вытягиваю нехромовую нить до пружинки с запасом. Лишнее откусываю и сняв пружинку наматываю на нее нить. А затем ставлю пружинку обратно так, чтобы она натягивала нить. К нити я прикручиваю провод. Далее устанавливаю кнопку. Надо сделать так, чтобы, нажимая кнопку, цепь соединялась. При ненажатой кнопке цепь была разорвана. Так я и делаю. Чтобы провода не болтались, прикручиваю их перфоленты к бруску. Также сделал из этой ленты крепление для аккумулятора, чтобы его можно было легко снимать и ставить. На концы проводов ставлю шайбы. И чтобы эти провода не висели, скручиваю их в спиральку. И далее вставляю их в клемму аккумулятора. Самоделка, по сути, готова. Давайте расскажу теперь, для чего она. Но начну с предыстории. В прошлом году я утеплял дом пеноплексом. Но недоутеплил пристройку, которая была построена тоже в прошлом году. Для того, чтобы ее утеплить, нужно было подождать. Чтобы пеноблок подсох, так как на свежий нельзя монтировать пеноплекс. Из-за того, что пеноблок после производства очень сырой. А пеноплекс-утеплитель не паропроницаемый, в отличии от пеноблока. И влаге просто некуда было бы деться. А сырость между блоком и утеплителем нам точно не нужна. Поэтому продолжил эту работу уже в этом году. Кстати, многие говорили, что пеноблок нельзя утеплять пеноплексом. Именно из-за этого, мол, там внутри будет сырость. А потом плесень, которая вылезет внутри дома. Поэтому давайте посмотрим, что с ним случилось за год. И вырежем для эксперимента кусок утепленный в прошлом году. И вот мы видим, что стена под пеноплексом абсолютно сухая. И с пеноплексом за год под солнцем и осадками ничего не случилось. Разве что он немного посветлел. Так вот, вернемся к самоделке. Анализируя то, на что уходило много времени, я понял, что именно нарезку. Утеплитель плотный и канцелярским ножом трудновато его резать. Поэтому я сделал такой удобный и мобильный терморезак для пеноплекса. Режет без каких-либо трудностей. Целый лист по длине разрезает примерно за 20 секунд. Но если установить два аккумулятора последовательно, то нарез уходит уже 7 секунд. Это приспособление значительно ускорило процесс утепления. Теперь нет необходимости контролировать перпендикулярность реза по толщине. Я думаю данный аппарат будет особенно ценен при разрезании 100 миллиметрового пеноплекса. Аккумулятора хватает на весь день работы. Так что, друзья, я могу смело рекомендовать к изготовлению такое устройство. Если вы собираетесь утеплять дом, это сэкономит вам много времени и сил. Так как пока оно режет, вы отдыхаете. И не забывайте работать по технологии. И тогда не будет никаких проблем. Продолжение следует... Друзья, на этом я заканчиваю это видео. Надеюсь, самоделка и видео вам понравились. И если это так, то ставьте лайк и пишите комменты, что думаете на этот счет. А те, кто еще не подписан на канал, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!